Мальчики проверяют технику. Ученики 9А 66 школы Саратова готовятся к прямой видеосвязи. Хотят пообщаться со своим классным руководителем. Он оставил их на другого педагога. Мальчики, мои дорогие, как же они все дорогие. У вас все получится. Так и он нам тоже очень дорог. Резкий Саша, мы вас очень любим. Мы очень скучаем. Ждем, да. Ждем, мы любим вас скоро. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, мои дорогие. Слышу, свидетельствую вас, мои дорогие. Я очень хочу, чтобы вы стали достойными представителями нашей школы, нашего класса, чтобы вы закончили достойно 9 класс. Я, в свою очередь, как уже и говорил, я обещаю, я просто обязан вернуться и повесить на вас леточку выпускника, дорогие мои. Пожалуйста, учитесь, одерживайте друг друга и будьте опорой на одежды. Илья Черичкин ушел добровольцем на фронт, поэтому и на связь вышел с учебного полигона. Когда началась мобилизация, сам явился в военкомат и записался. Уже после рассказал об этом своим ученикам и коллегам по школе. Директор 66-й Маргарита Казанцева призналась, новости не обрадовалась, но своего учителя ОБЖ поддержала. Говорит, офицер не мог иначе. Абсолютно обычные, но целеустремленные в своей задаче воспитания детей именно, вот не хочу громкими словами говорить, но именно в патриотическом русле. Потому что, ну, во-первых, бывших офицеров не бывает. И придя работать в нашу школу, когда он стал преподавателем ОБЖ, мы, коллектив, увидели, что он исполняет то, что он должен исполнять, а именно учить детей любить Родину. Оно может выражаться в разных понятиях и образах. Любить Родину можно на словах, здесь выражалось в поступках. И эти поступки он совершил ради тех детей, которые сейчас остались здесь в школе. Что делай, как я, люби Родину, и мы победим. Военная подготовка, она прослеживалась. И культура поведения, и обращение, и подача материала, и участие в различных мероприятиях, связанных с военно-патриотическим наполнением, это всегда у него это проявлялось. Дети его не просто любят, вы знаете, вот уважение, которое мы говорим, что в школе потеряно уважение, да. Вот здесь вот было уважение не просто к нему, как учителю ОБЖ, или руководителю подвоза, как мы его еще называем, а именно человеческое уважение. Он поддерживал нас, помогал нам в наших проблемах не только в школе, но и за ее пределами, в наших личных проблемах. Например, с семьей некоторым помогал. И, в принципе, я считаю, что очень обидный такой уход у него. Слов много, конечно, ничего не сказать. Конечно, за какие-то минуты сказать хотелось бы прям больше, больше и больше, и больше. И в таких ситуациях тоже волнуешься, теряешься все-таки, понимаешь вообще, как и что происходит. Ну, а так самое основное передали, то, что ждем его к нашему выпускному. Я думаю, он сам знает, как мы его сильно любим, что мы ему хотим сказать. И думаю, хоть этого и мало, но вполне достаточно. Будем ждать, когда мы с ним лично встретимся и поговорим. На военных полигонах тем временем жарко. Туда заехали тысячи резервистов. Тренируются в стрельбе, боевом слаживании, теории. Все, что пригодится во время реальных боев на теперь уже российских территориях. На полигоне в Рыбушке побывал и Роман Бусаргин. Губернатор приехал пообщаться с мобилизованными и военными. Узнал, всего ли им хватает. Учебный центр полностью обеспечен боеприпасами, вооружением и техникой для подготовки специалистов в данном направлении. По всем специальностям, которые необходимы для выполнения задачи. По словам представителей Минобороны, в строю много добровольцев. Настроение у резервистов хорошее, боевое. Губернатор также осмотрел казармы и столовую. Обучение ведется, ведется в планном порядке. Те задачи, которые Министерство обороны ставит, они выполняются. Что касается быта, проживания и пропитания, вопросов тоже никаких серьезных не возникает. Все что-то, если появляется, решается в частном порядке достаточно быстро. Поэтому, в принципе, на сегодняшний момент я считаю, что работа ведется достаточно удовлетворительно. Резервисты, прошедшие саратовскую переподготовку, отправились на юг страны. Там их также ждут в учебных центрах. Всего за несколько дней с железнодорожного вокзала отправились несколько эшелонов с военнослужащими. И не только местными. Из Саратова проводили и башкирских мобилизованных. Мы все приехали с Уфы, с республики Башкортостан. Все настроены очень хорошо, позитивно. Едем сейчас, как сказать правильно, светлое будущее, наверное, если можно так выразиться. И все. Дальше будет вид. Внутренняя артиллерия, ВДВшники есть. Спецназ все есть. С каким чувством уезжаете сегодня? Домой охота. Побыстрее вернуться. С победы приедем. Провожаю сына. 19 лет. 4 месяца назад пришел с армии. Мурпех, сапер. Вот теперь забирают туда. Туда забирают сейчас всех. Очень тяжело. Все плачут. Бабушка у нас там вообще не знаю как. Папа завалидул. Это вот сестра родная. А он что говорит? Ну что? У нас такой мальчишка. Крепкий ходит. Нам подмигивать все будет хорошо. То есть он нас поддерживает. То есть он в хорошем настроении. Мама, не переживай. Все будет хорошо. Мы вернемся. Родину защитим. Все будет хорошо. Все мы люди взрослые. Все мы все прекрасно понимаем. Как наши мужчины говорят, лучше мы там их, чем сюда придут к нам. Такого же мнения и тот самый учитель ОБЖ. Доброволец Илья Черичкин рассказал, что едет защищать родину. И о своем выборе не жалеет. Знает, что в военных частях ждут пополнения. А к своему девятому А-классу обещает вернуться к выпускному. Целым и невредимым. Настало тяжелое время. И в это время необходимо сплотиться, проникнуться и отстоять нашу суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Ну, я могу сказать, что оставил. Просто нужно быть. Надо быть там. Надо помогать своим. Сейчас там тяжело. Поэтому я всегда с ними. Я им так сказал. В душе я с вами. Всегда. Нормальное настроение. Дух боевой. Его пришли провожать все семьей. Сергей Смирнов получил повестку и отправился в военкомат. Говорит, опыт имеет. Прошел срочку. А служил на Дальнем Востоке. Мы ждем его победы. И домой. Приедет домой. Приедет. Мы его ждем. Племянницы. Тачи с ними. Родители, жена. Все тут. Женка моя. Жена моя. Был на большом полигоне, где одновременно тренировалось несколько тысяч человек. Ребята вспоминали о звенавыке владения стрелковым оружием, гранатометами штатными, владения боевыми гранатами, о работе с средствами артиллерии, гаубицами, противотанковыми пушками, иными вещами. Проходили обогатку танками. На мой взгляд, как человек военного, все организовано было на достаточно высоком уровне. Что касается войны, любое учение, любая подготовка никогда не показывает, не даст того, что необходимо. Вот прям на войне обстановка может быть разная и по-разному. Но ребята прибывают не просто так, прибывают будут в боевые части, работать будут с боевыми ребятами, кто там уже давно находится. Кому действительно сегодня нужно подкрепление. И они очень ждут этого подкрепления. Мы находимся на обратной связи со всеми нашими саратовцами. А их, напомню, около полутора тысяч уже сегодня находятся на фронте. Это и добровольцы, наши именные подразделения, и кадровые части Приволжского округа, в котором в большом количестве проходит служба наша саратовца. Мы обязательно всех навестим. И вот в ближайшее время, в конце октября, я снова выезжаю туда по нашим подразделениям, где по заявкам будем оказывать помощь. Ну и когда ребята наши разместятся, будут понятно, где на каких направлениях, в каких точках они находятся, мы обязательно к ним тоже приедем. В области продолжают и помогать мобилизованным. Для них власти уже закупили дополнительную экипировку. Теплые вещи, электронную технику, все, что пригодится во время боевых действий. Много несут и сами жители. Закупают даже специнструменты и различные средства защиты. Роман Базан, Алексей Чудин. Спецпроект.